МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион. У студии Катярына Градницкая. Витаю вас и сегодня у выпуску глядите. Журавины, брусницы, грибы. В этом году циркуляция предполагается вируса H1N1. В области проходить кампания вакцинации супрадь-гриппу. Народные заслуженные узорные. 14 аматорских коллективов у Могилёшины сё лета отримали гоноровое звание. Больше за 430 тысяч доз вакцины супрадь-гриппу поступило в область. Палова Кастрышника и Листопада – самый сприяльный период для иммунизации насельництва супрадь-гетого вируса, говорят медики, подспевая сформироваться иммунитет до отказного сезона. Важность этой кампании признают многие керовники. Из-за кошт сродка у предприемства вакцинуют супрадь-гриппу своих работников. На Могилёшине в целом плануют прищапить больше за 40% насельництва. Это медпункт Могилёвской булышно-кондитерской кампании. Зраницей его наведали шмат людей. Работники пришли на вакцинацию супрадь-гриппу. На предприемстве активно поддерживают кампанию по иммунизации. На хлебопекарной в творчестве не могут допустить к обработнике массово хворели. Это потери рабочего времени, это переработки тех, кто остался на рабочих местах, это привлечение тех, кто должен заниматься другой работой, работе им не свойственным. Вы знаете, процесс производства – это непрерывный у нас. Поэтому мы не можем ничего не остановить, мы не можем уйти на какой-то карантин. Мы обязаны обеспечить производство и обеспечить город продукцией. Поэтому для нас это существенный момент и существенная потеря, если люди болеют. Сярод тех, кто летать зарабил прищепки на грипп, хворели у 9-11 разов меньше за тех, кто от такой вакцинации отмывался. Так, главный санитарный ураг в области не выгается, что годово робить прищепку супрадь-гриппу. На протяжении нескольких лет не имеем серьезных проблем и осложнений в коллективах, в том числе и в детских коллективах. Мы практически не прибегаем к таким мерам, как приостановление учебно-воспитательного процесса. Это радует. Ну и, кроме того, не может не радовать то, что количество осложнений после гриппа, не говоря уже о смертельных исходах, такая акция позволяет просто минимизировать. Головная метаиммунизация не столько изнизит захворвоемость, кольки попередит выпадки ускладнению, які шестяком возникают после гриппу. Дарья Семянько, Катярина Городницкая, Дзянис Бутылен. Новины региона. Кто еще не поспел на запасе ця Городнину, сможет завитать на так званые восинские кермаши. У гэтой выходные они пройдусь у Бабруйскую Могилеве. Выездные мини-кермаши так само будут организованы у райцентрах. Так, у Кастрышненским районе Могилева Гандаль садовиной Городниной разгорнется на пляцовце каля школы номер 17 по улице Шалюскенцев. У Ленинским районе с 10 до 16.00 сезонную продукцию будут продавать каля Гандлевага центра на улице Каштановая. Тут можно будет набыть огороднену, саджанцы, насенье, свежую рыбу и мясо-молочную продукцию. 13 фермерских господарок в области представят урожаях этого года каля Гандлевага центра у Казинировцы. У Бабруйскую жарговый кермаш запрашает усіх на улицу Максима Горкага уздовж дома номер 41. Усяго, як поведомили у областном управлении Гандли, на Могилевшине селета заплановано больше за 400 кермашов. 14 аматорских коллективов у Могилевшины селета удостоены высокого звания «Народный заслуженный узорный». Цяпер их в области 489. Гэтамі лічбамі у шэрогу інших заслуг установ гэтай галіны може ганарыцца наша в область. Так адзнашана пачашанавання работніков культуры і мастацтва з нагоды їх професійного свята. Настя і Антон праз некалькі хвілін выйдуць на сцену, каб повіншаваць сваіх настаўнікаў хореографаў і ўвогу і ўсіх работніков культуры з їх професійным святам. Для адных творчыць гэта самареалізація, для другіх – професія. На Могилёшине ў сфері культуры працюе більш за 8 с половы тысіць шалавек. Гэта не толькі культорганізаторы, але настаўнікі музыгі і керунікі аматорских самадзейных коллектываў, роботнікі музею і театру. Менавіта творчы люди, адзначу намеснік саршыні Абалы Канкама Андрэй Кунцевич, робець вялікі ўнісак ў розвіцё і захавання національны іспадшыны. У нас проведено уже более 6 тисяч мероприятий по всей области. Все события яркі, я считаю, що роботні культуры достойно отметять свій праздник. У нас введены два объекта культуры именно в канун Дня работников культуры. Детська школа искусств в городе Кличеве, районный дом культуры пасе реконструкція введён действіе. І халуна, яшчы 14 аматорских коллектыва ўсё літа стали народными, заслуженными, узорными. Цяперых 489. Дарэчы па околькасі заслуженых коллектыва Могилёшна ў Беларусі ў лідырах. Лепшы работнікі і ветераны Галіны отрамалі гоноровы граматы і падякі. Таціяна Сергійчык, Віталь Аляксейнка, «Навіны регіона». 19 молодых і активных працтавець Могилёшчуну на Сусветным фестивалі молодзі і студента ў Сочы. Йон пройдзя 14-го, 22-го Кастрычніка. У молодёжным складі Могилёвскі делігації студенти і працівнікі витворших і сільгазпродприємствов. Наша здымышна група сустрілася з ні, каторым із іх, і довідалася, з якімі ідеями яны накіровуються на міжнародний фест. Ганна Юркіна, выкладшык Могилёвскага универсцета харчування, Кирыл Яшчанка – выратавальнік. Розныя профісі, розныя захаплінні, але аб'ядновуе іх жыдані жыць актыўна і быць карыстными. Невыбадкова яны актыўны ў дзельнікі розных молодёжных праектаў. Так Кирыл вучыць дзяцей без пецы, Ганна працавулатковае студента ў лєтній час. По этой причине меня заметили за идеи, за реализацию. Ну и, наверное, это одно из направлений, которое я буду просматривать и наблюдать на самом форуме. Ка принять ўділ у фестивалі, кожны з їх яшчы ў Саковіку падав адповідную анкету. Кажыць ўе було пытанню 100, але ім пошанцавала. Мене позвонили з городского комитета і спросили, Кирилла, как ты смотришь на то, чтобы представить БРСМ и свою організацію на молодёжном форуме? Ну я как-то сначала в шок так немножко упал, потому что всё-таки такая большая ответственность показать, да, ну туда поехать. Вот, ну, можно сказать, даже и не думая ответил да. И Кирилл, и Ганна увайшли ў склад беларуской делегації. У Сочи они будуть жить ў олимпийской вёсце і знайоміться з молодзю інших країн. Буду стараться обмениваться опытом с молодёжью, так как наша работа, в принципе, как и в молодёжной организации БРСМ, как и в МЧС, больше направлена на работу с молодёжью, да, с подрастающим поколением. И стараться принять какой-то опыт, показать свою работу, которую мы проводим. Всю летний фестываль, по словах организатора, у стане самым масштабным за опошние 30 год. На его запрошены представники 150 країн. Гэта 20 тысяч человек. Снежана Крыжевич, Наталя Ильинч, Віталя Лаксейнка. Новины региона. Урачистості областного масштабу і маленькі святы в установах культуры і адукації на предприємствах і у організаціях. Тыйдень маті проходять у Беларусі. У нашій республісі у 21-й раз рыхтується до святкавання Дня маті. Як розказали в управлінні статистики Могилёвського Абалваканкама, за минулый год у нашій в області народілася більш за 12 тисяч дятей. Середню зросту жанчин, які стали маті, у першыню – 26 годів. Усяго у нашім регіоні проживає 565 тисяч жанчин. Більш за 9 тисяч дяких – шмадзетная маті. Наприклад, Могилёвська сім'я Ляоненко виховує 14 дятей. Головное областное мероприємство, присвяченое Дню маті, запланованное на 13-е кастришніка. На урачистый приём у Абалваканкам запрошено 40 жанчин. 14 з їх отримають орден маті. Даречі, гэтым высоким знаком пашаны на Могилёвщині уже узнагароджена більш за 870 жанчин. На пярайды дні свята Пакрова Пресвятой Багородіцы у Могилёв прибудуть можши Блаженный Матроны Московской. Сустрэча Каучэга отбудзіцца архіерейскім чынаму пятніцу 13-го кастришніка у 17.00 у Спаса Преображенскім кафедральним сабори па вулиці Габравскай. Затым у ладыка Сафроні узначаліць осіношну гонор Пакрова Багородіцы. Можши Матроны Московской будзіцца знаходзіцца у обласным центры до 27-го Кастришніка. Пакланіцца святыні можна з восьмі раніцца і до 19.00. Усе новини про життё в області на нашым сайті tvrmogiljow.by. А я з вами развітуюся. До зустрэчі!